сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения а 50 над азовским морем это не только о первом случае в истории или а более чем профессиональной и крайне рискованной операции когда необходимо было действовать не просто в прифронтовой зоне а в считанных километрах от нуля это и об уничтожении мифа об уникальных возможностях российского воздушного судна 50 дело в том что главному инструменту самолета радиолокационному комплексу шмеле m в российской федерации приписывали уникальные возможности речь идет о дальности обнаружения цели типа истребитель в 400 километров а на значительной высоте вообще 600 километров также в рфе и заявляли о возможности обнаружения наземных целей в радиусе 300 километров и все это для советского 50 а возможности модернизированного а 50 у описывались еще более невероятными эти характеристики активно кочевали от источника к источнику хотя на официальном сайте минобороны рф все довольно прозаично дальность обнаружения истребителей с эффективной площадью рассеивания в 3 квадратных метра 220 240 километров но эти цифры возможно поставить под сомнение из-за замалчивания такого важного параметра как высота цели также все параметры относительно 400 километров возможно поставить под сомнение если бы а-50 имел такие характеристики то тогда федералам было бы достаточно держать только три самолета и на значительно большем расстоянии от фронта для полного мониторинга большей части территории украины например один над пока временно оккупированной территории крым 2 над курском 3 рядом с границей в воздушном пространстве беларуси учитывая что 50 сбили рядом с береговой линии азовского моря то более вероятной кажется дальность в 240 километров такие данные также уничтожают миф о том что самолет может наводить ракеты от зенитно-ракетного комплекса с 400 на дальность в 380 километров для этого он как бы должен найти цель на такой дальности передать ее данные в зерк который уже осуществит пуск ракеты 40 n6 в район цели и там уже ракета должна найти цель собственной радиолокационной головкой именно такая история была запущена в эрефии на фоне прогресса украины в получении f16 мол именно такая связка позволит нивелировать угрозу но наверное федерации резко забудут об этом особенно в условиях когда дальность действия ракеты воздух-воздух а им 120d определена в пределах 180 километров а ее экспортная версия а им 120 с 8м рам те же 160 километров что и для patriot с ракетами пак 3 что касается финансовых потерь то по оценке forbes стоимость базовой версии а 50 составляет 330 миллионов долларов а модернизированный около 500 миллионов это самая дорогая потеря российской федерации после крейсера москва стоимостью 750 миллионов долларов